Ииии всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Шуморо, ну а мы продолжаем играть в игру под названием 60 Seconds. В прошлый раз значит мы получили, скажем так, крайнее неудовольствие, связанное с тем, что погибли все наши выжившие. Ну а сейчас нам нужно соответственно попробовать это дело исправить. Я не знаю конечно, возможно снова все погибнут, а возможно мы победим. Но увидим прямо сейчас, я хочу какую-нибудь, я не знаю, секретную тактику найти что ли сам, как можно выжить лучше, дольше и так далее. Поэтому даже не знаю как мы это сделаем, но все-таки давайте попробуем. Я всегда играю на сложности царь-бомба соответственно, это сложность хард. Ну и давайте приступим, сразу же нужно приступать, сразу готовиться к соответственно сбору ресурсов. Погнали! Так, вода, эссенция, жизнь, основа выживания. Спасибо большое, игра. Поехали! 60 секунд пошли! Еда, 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 вода! Хорошо, взял, 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 сбросил. Взял, сбросил, хорошо, понеслась. Пацана, пацана, нет, в прошлый раз был пацан, не хочу пацана, ладно, сбросил. Черт подери, надо было бы взять все из комнаты, ружье взял. Ружье взял, патронов нет, топор взял. Топор взял, хорошо, топор взял, скинул. Давай, 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 60 секунд, вода, еда. Вон там, вон шахматы, фигня всякая, которая валяется, тоже нужно забрать. Вот это все забрать, карту забрать, шахматы забрать. Обменяем, если что, на что-то патроны. Я не знаю, где, кстати, валяется женщину. Женщину или девочку возьму, ладно, один мужчина будет взрослых детей. Буду отправлять, естественно, на прогулки за всем, что нам нужно, господи. Время бежит, фонарик там, я не знаю, для чего он нам нужен. Вода, вода нужна, вода, крайне важно, радио, вода. Девочку не буду брать от тараканов, вот эту херню берем, ребята, быстренько забираемся, забегаем. Так, хорошо, еще что-то надо взять, женщину возьму, ладно. Хотя они все прожорливые. Черт подери, ладно, сброшу тебя, на! Ребята, я вроде бы успел, да? Ну, ладно. Давайте проверим. Что у нас получится, чем я столько людей набрал, не знаю. Ну, просто не смог удержаться, она там стоит одна такая вся. Ну, и я подумал. Нифига себе, Family Guy, достижения открыли нам. Супер Family Guy 2.1.6. Так, значит, вот эту не кормим, по-любому. Вот эту не кормим. Ну, едят только мужчины, значит. А, естественно, пацан бегает на разведку, ты тоже бегаешь на разведку. Соответственно. Да, все в порядке. Пацан на разведку, девочка на разведку, а мама с папой живут в убежище, соответственно, и занимаются выживанием. Так. Все из нас добрались до убежища за секунду до удара. Это было близко, но мы спаслись. Главное, помните, есть консервы, полезно для здоровья. Наши полки полны банок. Вы читали, видели, у нас много воды. Это значит, нам не нужно беспокоиться о ней в ближайшее время. Понятно. Это самое заполненное ресурсами убежище. Конечно, у нас много всего. Я-то позаботился об этом. Погнали, ребята. День за днем. Нужно проживать и процветать, скажем так. Да, вон он, второй день пошел у нас. Так, хорошо. Никто с ума вроде не сходит. Иначе мы могли бы столкнуться с опасностями, о которых мы и не мечтали. Поразительно. Но Мэри Джейн прекрасно справляется с данной ситуацией. Тимми выглядит нормально. Если бы с Долорес что-то произошло, мы бы написали об этом. С Тедом не произошло ничего нового. Хорошо. Ехаем дальше. Так, значит, похоже, что на поверхности все еще царит радиация. Мы туда не полезем, пока рано. Это ужасное и пугающее молчание становится скучно. И как каждый счастливый член семьи не имеет тем для разговора. Давайте, ладно, радио слушайте. Эруидируйтесь, дорогие друзья. Видите, не о чем поговорить уже, ребятам нашим. Итак, день третий. Черт подери. Ах, как нам повезло, что мы взяли радио. Мы можем послушать немного музыки. Они же еще проигрывают музыку, да ведь так? Так, найти что-то попить для Мэри Джейн звучит как неплохая идея. Немного воды в зиме не помешало бы. Вода попьете на следующий день. Ребятки, рано пить, рано. Так, хорошо. На поверхности все еще царит радиация. Идти в пустоши на данный момент небезопасно. Тем более, вы можете заболеть. Не надо идти в пустоши. В пустоши плохая идея. Вы не поверите, но много вещей можно сделать, находясь в крошечном бункере. Мы подумали и решили, почему бы нам не сыграть в какую-нибудь игру. Поиграйте в игры, почему нет? Так, хорошо. День четвертый. Видите, ребята, уже изи. Четыре дня просто. Сейчас им попить дадим и все нормально запиндюрим. Сегодня мы поиграли в игру «Я шпион». И это было весело первые три минуты. Было весело первые три минуты. Но потом все попросту надоело нажимать на букву «W». Надо будет найти игру про щеты. Мэри Джейн упала в обморок. Мы должны срочно дать ей что-нибудь попить. Тимми выглядит ужасно. Дайте ему кто-нибудь попить. Попить всем. Хорошо. Откидываю вам баночку. Похоже, что на поверхности все еще царит радиация. Идти в пустоши на данный момент небезопасно. Это нам не нужно, да. Мы обычная семья, у которой может быть пара аргументов. Но нам приходится драться. Никто не хочет говорить друг с другом. Давайте, ребята, говорите с друг другом. Сейчас еще покушать вам дам. День пятый. Все у нас хорошо. У нас ружье, правда, без патронов. Так, спокуха. Мы не смогли спать после этого спора. Будем надеяться, что мы больше не будем ссориться. У Мэри Джейн все окей. Нет новостей. От Тимми Долора в прекрасном состоянии. Тед говорит, что он в порядке. Нет нужды заботиться о нем. С ним все в порядке. Все, я понял. Ну, кушать тоже вам не нужно, ребята. Радиация, путешествия наружу могут быть опасны для здоровья. Не нужно нам этого. Что это было? Крыса. Крысы. Обычно меньше кошек. И у нее два хвоста. Мы не можем допустить, чтобы она добралась до наших припасов. Естественно, давайте топориком ее. Мясо будет, кстати говоря, в супчик можно будет добавить. А че, блин? Так, ладно. Ура, наши припасы спасены. Это плохие новости для волосатых мутантов. Думаю, мы все еще вершина в пищевой цепи. Мэри Джейн сказал, что с ней все в порядке и ничего не нужно. Тимми в хорошем состоянии. Но, по крайней мере, так понятно. Долорес в прекрасном состоянии. У Теда нет никаких проблем. И это прекрасное утро. Отлично. Время раздать припасы. Никаких припасов, ребята. Рано еще. Эти вкусаши на данный момент небезопасны. Тем более, вы можете заболеть. Ребята, мы можем заболеть. Поэтому не идем. Рано, да. Проблема проста. Мы давно не мылись. Мы заболели. Серьезно заболели. Пахнет ужасно. И кажется, что никому не станет лучше в ближайшие пару дней. Может, как-нибудь вылечиться? Давай, баллоном. Пш-пш-пш-пш. Так, хорошо. День седьмой уже, ребята, пошел. Нормалидзе. Нормалидзе. Мы, наконец, нашли достойное применение спрею от насекомых. По крайней мере, он пахнет лучше, чем мы. Запах сносный. По крайней мере. Найти что-то попить для Мэри Джейн звучит как неплохая идея. Тимми очень голоден. Немного воды все хотят пить. В животе Теда. Так, хорошо. Посмотрите, они вообще есть не хотят. Они только пить хотят. Опять всем дать баночку, ребята. Или все-таки почитать. По-моему, все хотят пить. Ладно, давайте дадим попить. Ребята, вы сейчас все выпьете. И все, беда. Так, в городе еще сильное загрязнение радиации. Путешествия в такое время опасны. Поэтому, ладно, никуда не путешествуйте, дорогие друзья. Это очень трудно готовиться к неожиданным последствиям. Мы не можем сказать, что готовы к тому, что сейчас происходит. Ребята, терпите. Терпите время. Скоро помощь придет. День 8, конечно. Скоро. Так, хорошо. А, сладкие воспоминания. Это все, что у нас осталось. Мы должны быть готовы к суровой реальности. И к тому, что нас может ожидать. Мэри Джейн очень голодна. Тимми очень голоден. Долорес не ела некоторое время. А вот и пришло время покушать, ребята. Давайте. Ой, перепас зря. Я взял 4 члена, дорогие. Друзья, нужно отправлять, мне кажется. Да, в поход. Да, можем заболеть. В поход отправим, соответственно, девочку. Мы очень мало знаем о том, что происходит наверху. Нам нужно узнать больше. Может, там удастся что-то узнать. Радио поможет нам. Хорошо, радио, давайте. Давайте, возможно, военные придут за нами. Я не знаю. Девочку нужно отправить отсюда. Девочка нам здесь абсолютно не нужна. Надо от нее избавиться, на самом деле. Мы смогли получить слабый сигнал и насладиться последними новостями от правительства. Отличная новость. Мэри Джейн чувствует себя в безопасности. Димми должен съесть что-то. Не ела. Да я же вам дал только что припасов, ребята. Вы че, блин? Я вас не про... Терпеть. Идет девочка наружу. Это хороший день, чтобы выйти наружу. Девочка уходит. Все. Иначе я не прокормлю всю семью. Черт подери. Вот это я рискнул, ребята. Ну ладно, проверим заодно, как это действует. Там же вон картинки везде рисуются. Суп открытый. В шахматы могут поиграть. Хоть у них все есть, кроме припасов, ребята. Мэри Джейн вышла на улицу. Давайте надеяться, что она скоро вернется. Мы не можем оставлять Тимми без воды слишком долго. Долорес хочет пить. Тед должен выпить. Ой, ребята, ну вы потребители вообще жесть какие. Так, сейчас время раздать припасы. Пейте. Может, девочка принесет. Мы всегда мечтали устроить вечеринку с огромным тортом. А, по какой-то причине мы никогда этого не делали. Один раз нам обещали большой торт. И, как выяснилось, это была ложь. Это было разочарование. Мы определенно получим торт, когда радиоактивные облака уйдут. Конечно, получите вы торт. Сейчас мужик в бункер ворвется и застрелит всех, я думаю. Да, день одиннадцатый. Че там у нас? Че там? Наш переезд. А, вероятно, мы обсудим это после того, как выберемся отсюда. Тимми в наилучшем состоянии. Интересно, как долго это продлится? Долорес довольно тихая в данной ситуации. Сегодня Тед ни на что не жалуется. По крайней мере, не очень много. Никто не пьет, никто не ест, значит. Ждем девочку. Мы клянемся, что этой лужи раньше не было. Ах, дьявол, нас затопило. Конечно, радио спасаем, ребята. Значит, нужно спасти радио сейчас, потому что... Потоп, как говорится, да? День двенадцатый. Ну-ка. Ух, нам повезло. Наше убежище чуть не было затоплено водой. Наши головы еле держались над водой. Мы даже не могли открыть люк. Перед тем, как мы вспомнили лучшие моменты в своей жизни, вода успела спасть. Мы спасены, но теперь пора прибраться. Минус карта, ребята. Черт подери, спаслись. Долорес не ела некоторое время. Тед в порядке. Долорес потерпит. Так, мы можем продолжать сидеть на своих стульях в этом маленьком бункере, но нам нужно начать думать о том, как выбираться из этих радиоактивных пустошей. Кто мог подумать, что красные превратят в руины наш красивый район? Тем не менее, может быть, нам кто-нибудь поможет. Остается только ждать наших. Держите глаза и уши. Наготове. Радиоприемник, давай. Ох, ребята, не знаю, конечно, что будет, но мне кажется, начнется жесть скоро. Девочка-то не возвращается. Посмотрите, припасов-то нет. Мы знали, правительство не пало. Они идут к спасению граждан. Они не дали точных дат, но мы уверены, что они не заставят нас ждать очень долго. Они сказали, что в ближайшие десяток дней спасут нас и сказали ждать дальнейших инструкций. Тимми очень голоден. Мы не можем оставлять Тимми без воды слишком долго. Без воды? Голоден или... Вода или еда-то я не понял. Долорес должна что-нибудь поесть. Тед голоден. Тед должен выпить. Нате, съедайте все, ладно. Попейте, поешьте. Мы уже собирались закончить ужин и ложиться спать, как вдруг постучал торговец. Его интересуют боеприпасы. Будем торговаться? Не будем. Не, не надо ничего делать, мне кажется. Нужно ждать. И вот и девочка пришла. Ух, бомжичка моя маленькая. Так, ну-ка, что там? Что принесла? Рассказывай. Незнакомец был явно разочарован, но это нас не волновало. Когда-нибудь он привыкнет к этому жестокому миру. Да, ничто не могло сделать нас счастливее, чем возвращение Мэри Джейн. За мональным хлебом с маслом мы любили захаживать в магазинчик рядом с парикмахерской. Они имели самого лучшего клерка, он всегда просил нас приходить снова. Мы нашли его абсолютно нетронутым. Большинство припасов просто сгнило на полках супермаркета, а яйца были разбиты на полу. Но думаю, банки супа не протухли. У-у-у-у, ребята. Плюс четыре. Плюс четыре баночки. Плюс четыре воды. Да ты вообще Мэри Джейн. Это просто спасение. Мэри Джейн голодай, лучше дать ей еды. Тиме в хорошем состоянии. Конечно, поешь, попей, маленькая моя. Ёлки-маталки. Ёлки-палки. Ты чё, блин? Посмотрите, нам припасов просто зафлудило. Так, Тиме не нужно никуда выходить. Никто. Все остаемся на месте. Это очень важно. Мы всегда держались подальше от казино. Поэтому, когда человек постучался и сказал, что любит играть в казино, мы были подозрительны. Он предложил сыграть с нами и поставил две бутылки воды. Наша ставка. Ничего не ставим вообще. У нас есть еда, вода. Нам это вообще не нужно. Хотя нужно сделать вылазку еще одну, ребята. Нам нужны предметы, защищать бункер. Мало ли какая-то угроза будет. Давайте посмотрим. Игорный бизнес это ужасно. Какой пример мы подаем детям? Нам нужны припасы, но мы не будем получать их таким способом. Мы скорее ограбим кого-нибудь. Мы послали этого человека отсюда. С катертью дорога. Мэри Джейн очень голодна. Ничего нового. Тимми Долорес в прекрасном состоянии. Все у нас хорошо. Отправляем, значит, так. Никто пушить не хочет. Отправляем. Готовим к припасам. К вылазке за припасами, соответственно, мальчишку. К стуку дверь мы отнеслись с подозрением. Поэтому, когда человек подошел к нашему порогу и предложил игру в карты, мы были в замешательстве. Ставка где банки? Ставка две банки томатного супа. Какой мы сделаем выбор? Никаких. Никаких выборов. Сидим, ждем, ребята. Выживаем. День шестнадцатый. Так, девочка в порядке уже. Игорный бизнес – это ужасно. Диета Мэри Джейн позволяет использовать немного еды. Мэри Джейн отдохнула. Тимми желает яблочного сока, но сейчас мы и можем дать ему только воды. Что там у нас по припасам? Тед нуждается в воде. Тимми пьет, Тед пьет. Кого мы отправляем на вылазку? Мальчишка, иди. Сок себе найди. Если сока хочешь, сходи, сбегай, посмотри. Вдруг найдешь. Ну, я не знаю, мне кажется. У мальчишки мало шансов. Меньше шансов, чем у Мэри Джейн. Потому что Мэри Джейн принесла мне столько, сколько я вообще не видел. Мэри Джейн очень голодна. Вода – это то, в чем нуждается Мэри Джейн. Больше всего. Вода, вода, вода. Сколько можно вам? Да пейте уже, господи. Мы решили выглянуть на улицу только на минуту, чтобы увидеть, стоит ли... Стоит ли еще магазин за углом. Когда мы были готовы выйти, мы услышали рычание в темноте. И пара свирепых глаз появилась в нескольких футах от нас. У нас был один момент, чтобы решить, что делать. Мне кажется, я знаю, что делать. Мы берем ружье и раздаем ему пилюльку. Хотя патронов там нет. Может быть, заряженное? Не знаю. Давайте посмотрим. День 18. Одного быстрого выстрела. С винтовки более чем достаточно, чтобы отпугнуть или, может быть, ранить то существо, что преследовало нас в темноте. Мы больше никогда не видели его снова. Мэри Джейн очень голодна. Если бы с Долорес что-то произошло, мы бы написали об этом. Хорошо. Тед говорит, что он в порядке. Нет нужды заботиться о нем. Ну, по крайней мере, психа нет никакого у нас, да? Так, все. Поехали. Сидеть здесь внизу. Это вам не прогулка в парке. Легче не станет. Да, понимаем. Едем дальше. Карта, жалко, испорчена. День 19. И что-то там по радио, да? Какой-то сигнал был у нас. Так, 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 так. Мэри Джейн очень голодна. Долорес что-то поестит. Голоден. Кушаем, конечно. По супчику. Сегодня армия прервала свою трансляцию. Нам показалось, что они очень хотели спасти нас. Все, что нам успели сказать, это оставить координаты на географической карте, если мы все еще живы. Это будет легко. Так, хорошо. Координаты. Карта, понятно. День 20. Еще одна банка СОПа открыта. У нас банок, вон, посмотрите. Мы не были уверены, что сможем найти это место без карты. Может, нам повезет в следующий раз. Мэри Джейн очень голодна. Есть ли у нас лишняя вода? Мэри Джейн просит ее весь день. Еще одна необходимая вещь, это вода для Долорес. Какие же вы питьевые-то, ребятки? Где вода, когда Тед в ней нуждается? Выпьесь, хорошо. Надеюсь, вы помните, что Мэри Джейн ушла пополнить припасы. Вообще-то я мальчишку отправил. Мы обнаружили рану на предплече. А, тогда ничего серьезного. Она утверждала, что ее кто-то укусил. Теперь ей гораздо хуже. Мы опасаемся, что попала инфекция. Мы должны помочь ей. Давайте отрубим нафиг руку Мэри Джейн. Опять! Будет звук такой? Нет, ничего не произошло, ребят. Посмотрите. Так, ладно. Мэри Джейн поступила неправильно, когда размахивала топором. К счастью, нам удалось остановить ее. Мы промыли ее рану и остановили нагноение. Теперь ее иммунитету необходимо бороться с инфекцией. Она махала топором, дорогие друзья. То есть, я думал, что сейчас мы ей поможем по-другому, как обычно. Ну, хорошим методом, действенным. А она, видите, просто помахала топором. Хорошо. Мэри Джейн очень голодна. Сегодня день был относительно спокойным для Долоры. Что там за череп? У Теда нет никаких проблем в это прекрасное утро. Кушайте. У нас есть немного дальних родственников, но никто нам так недорог, как тетушка Ада. Она до сих пор живет в такой стране, где нет прочных курятников. Жаль, что у нас нет ее фотографии. Ну, тетушка Ада. Не важно вообще, в принципе. Важно то, что происходит на улице и что происходит в бункере. Так, дальше что там? Вот так. Мы и остались без фотографий, без новостей и без счастливых воспоминаний. Слишком грубо. Не устраивает новых проблем. Долорес довольно тихая, стедом не произошло ничего нового. Но и все тогда. Мы были заняты, так как добирались до убежища. Но нам еще многое предстоит сделать, как с обрезками кустарников, что в нашем дворе. Это, безусловно, то, что мы хотим сделать, когда мы выберемся отсюда. Хорошо, день 22. Прошел. Вот и мальчишка вернулся. Ну, привет. Что там у нас? Наш переезд, вероятно, мы обсудим. Ладно, мы так боялись за Тимина, но все же он вернулся. Полицейский участок, на удивление, все еще стоял. Как это ни странно, мы нашли нескольких чиновников, которые почему-то были все еще живы. Они имели при себе униформы, значки. Они имели что-то вроде полицейской замены. Задание было разрушено капитально, здание. Но они хорошо обустроились в подвале. Они даже нарисовали лозунги, такие как «Мир наш» и «Русские не сдаются». Во время нашего присутствия полиция стала удивительно нервничать. После небольших переговоров нам впихнули томатного супа и велели держать рот на замке, чтобы ни одна живая душа не знала о происходящем. Войдя в здание, мы увидели много бутылок воды. Полицейские действовали очень нервно и явно что-то замышляли. Когда мы вежливо попросили их разделить воду с нами, они быстро согласились и все начали подготовку. Плюс один, ребята. Плюс одна водичка. Плюс один патрон. Черт подери, как-то легко. Пакет боеприпасов лежал неподалеку на станции. Найти что-то попить для Мэри Джейн звучит как неплохая идея. Тимми голоден устал. Вот тебе супчик. Так, хорошо. Мэри Джейн теперь отправляется у нас. Мусорное ведро противно пахнет. Хорошей новостью является то, что он сбивает нам аппетит. Стоит нам взглянуть на него, пускай остается так. Ох, ребята, никаких вещей пока не можем найти. Только еда, вода. Ну, патроны нашли. Ой, тараканы. Надо задихлофосить их. О, боже, они такие огромные. И еще один. О, боги, мы обречены. Мы уже все грязные. У Мэри Джейн все окей. Тимми очень голоден. Немного воды для Тимми. Долорес больше не может жить без воды. А ты от одной ногой в могиле. Попить. Всем пить хорошо. Голод. Голод. Мэри Джейн. Так, ты идешь. Мы должны проверить, откуда этот гнусный запах. Она заслужила как минимум это. В смысле, она нам принесла, что ли? Я не понял. Тимми должен съесть что-нибудь. Долорес в прекрасном состоянии. По крайней мере, в прекрасном померкам маленького убежища. Тед говорит, что он в порядке. Так, заботиться о нем с ним все в порядке. Every day I'm shaffily. Так. Ничего есть не нужно, нам пить не нужно. Сегодня музыка резко перестала играть. И на связь вышла армия. Они говорили об эвакуации. И что нам нужно сделать, чтобы спастись. Все оставшиеся в живых должны оставить координаты на карте. И мы должны использовать карту, чтобы нас спасли. Ух ты! Координаты на карте. А каким образом? У меня карта, все. Она порвана. И починить ее никак нельзя. Так, ладно. Мы не были уверены, что сможем найти это место без карты. Может, нам повезет в следующий раз. Тимми должен съесть что-нибудь. Немного воды Тимми не помешает. Вода, вода. Все, что нужно Теду, это несколько капель воды. Вода и Тимми кушает. Супа у нас вообще море. Тараканы оказываются очень организованные существа. Еще недавно их было всего двое, но сейчас они шагают маршем. Да на, расстрелять тараканов, ребята. Так. Тараканы осаждают нас с вами. Да, день 28. Так, расстреляли. Отлично. Мы победили этих подлых тараканов, и они все убежали. Это гнездо наше. Пришел час преподать им урок. Тимми выглядит уставший. В животе Теда урчит. Долорес не ела всем кушать, кроме Тимми. Так, хорошо. Действуем дальше. Время послушать радио. Может, нам удастся извлечь из этой болтовни что-то полезное. Давайте. Давайте извлекать. День 29, ребята, уже. Не понял. Какая-то добрая душа сообщила, что потеряла пакет с провизией. Мы сразу поняли, где это находится. Мы вскочили и как можно скорее добрались до пакета, прежде чем его забрал кто-то другой. Хм. Ребята, отлично. Журнал бойскаута. Опять вода, еда. Тимми не только хороший разведчик, он еще и хороший психолог. Он выглядит веселым. Если бы с Долорес что-то произошло, мы бы написали об этом. Тед сильно устал. От чего? От сидения, что ли, блин? Кушайте. У нас еды навалом. Трудно жить в таких условиях. Мы очень надеемся, что скоро все закончится. Ребята, вы посмотрите, весь бункер просто набит. День 30, еще и Мэри Джейн приперлась. Хорошо. С аптечкой, что ли, приперлась? У меня не было. Так, иначе мы могли бы найти для себя еще больше проблем. Так, ничто не могло сделать нас счастливее, чем возвращение Мэри Джейн. Нам кажется, что наша экспедиция была замечена чужими. Мы должны быть осторожнее в следующий раз. Мы были не одни возле бункера. Сначала нам показалось, что это кто-то, кто преследует нас. И уже собирались организовать себе вкусный ужин к нашему облегчению. Это оказалась простая обезьянка, которая присоединилась к нашему походу. Однажды во время экспедиции обезьянка начала кричать и издавать странные звуки. При этом она начала копать палкой. Да, она откопала воду, да. Обезьянка вывела нас на скрытый бункер. Там лежали медикаменты, ребята. Мэри Джейн голодает. Лучше дать ей еды, иначе Мэри Джейн сильно устала. Так, значит. Пить есть всем. Тратим запасы. Состояние пустоши и все еще неизвестно. Для нас может быть рискнуть и выйти наружу, пока не надо. У нас мальчик уставший, а родители дома пускай сидят. Мы чувствуем, нам нужно делать что-то с декорациями нашего убежища. Фэншуй здесь не работает. Нужно передвинуть вещи, пока мы двигались. Пока мы двигали, мы нашли секретную дверь. Что же за ней? Есть только один способ узнать. Зайти туда. Заходим с ружьем. Секретная дверь. Ёлки-палки, день 31. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй, как все плохо. Мы решили, что никто не пойдет в таинственную комнату. Мы стали колотить и начали стрелять. Когда дым пропал, мы обнаружили, что в комнате никого не было, кроме стены. Мы еле-еле увернулись от рикошета, но ружье испортилось. Ай-яй-яй, ребята, что же я наделал? Мэри Джейн очень голодна. Мэри Джейн выглядит уставшей. Так, тут все хорошо. Надо Мэри Джейн накормить. Вот так вот, давай, кушай. Похоже, что снаружи достаточно тихо, пока мы никуда не пойдем. Казалось, апокалипсиса будет достаточно, чтобы погасить любые наши споры. Однако, когда будущее не окрашено в красивые цвета, когда смотришь на голые стены, остается просто поднять себе настроение. Так, хорошо. Все испачканные, грязные, облитые. Посмотрите, просто что же это творится, ребята? Вот это потрепанность. Вот это да, вот это их, конечно, повредило. Нет ничего лучше, чем спокойствие после шторма. Диета Мэри Джейн позволяет использовать немного еды. Нет новостей от Тимми. Жизнь трудна. Ну да, конечно, у вас еда, вода есть. Что там трудного-то? Ну, подумаешь, грязновато немножко. Пока ничего не делаем. Никто никуда не идет. Очень сложно делать какие-то метки, но почти... В почти разорванной карте. Но мы могли бы ее немного починить, немного подлатать. А может даже улучшить ее. Да, через журнал. Ладно, в поход отправим снова Тимми. Так, бойскаута журнал делаем. Попробуем подлатать карту, ребята. День 33. И карту мы подлатали. Так, отлично. Хорошие новости. Мы сделали себе карту, которую можно нормально использовать. Только вопрос, сможем ли мы прочитать то, что понапис... Понаписывали. Господи. Диета Мэри Джейн позволяет использовать немного еды. Мы должны найти для Мэри Джейн что-нибудь попить. Так, Тимми желает яблочного сока, но сейчас мы можем дать ему только воды. Есть одна необходимая вещь. Это вода для Долорес. Тед должен выпить что-нибудь в ближайшее время. Пейте, пожалуйста, все. Отправляется Тимми. Так, и карту... Так, тихо. День 34. Так. Диета Мэри Джейн позволяет использовать. Тимми вышел на пустоши, был прекрасный день, вот это все хорошо. Никто ничего не ест, никто ничего не делает. Сегодня музыка резко перестала играть и на связь вышла армия. Они говорили об эвакуации, что нам нужно сделать, чтобы спастись. Так. Давайте, используем карту, чтобы нас спасли. У нас, наконец-то, карта есть. День 35. Ну, че там? Господи. Они все грязнее. Так, мы быстро узнали, где мы находимся. Мы оставили послание в бутылке. Мэри Джейн очень голодна. Так, кушайте все, кушайте, кушайте, ребята. Мы были уверены, что день рождения Мэри Джейн было две недели назад. Оказывается, оно сегодня. Мы должны заставить... Заставить ей что-то подарить. Да ничего не дарить, аптечку ей подарить? Не-не-не-не-не. Пускай останется. Подарков, вон, много и так, на полу. Так, сейчас. Мы думаем, что Мэри Джейн слишком взрослая для дней рождения. Это все, о чем мы думаем, да? Доченька моя, ты слишком взрослая, поэтому ты сегодня без подарка. В этот день рождения мы, да, решили не дарить тебе с папой подарок. Господи. Мэри Джейн очень голодна. Все должны пить, включая Мэри Джейн. Осталось ли там немного воды? Пьем, 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 пьем. Сидеть здесь внизу, это вам не прогулка в парке. Где военные-то? Послание же мы остали, ребята. Ай-яй-яй, и припирается, значит, Тимми. Че нашел? Так. Мы все так боялись за Тимми, все же он вернулся. Наше небольшое путешествие наружу, возможно, кто-то заметил и последовал за нами. Мы должны быть более скрытыми в следующий раз. Ни одно сгоревшее здание не выглядело так привлекательно, как это после его осмотра. Убегая от мутировавших пауков и крабов, или кто это там был, мы в конечном итоге нашли бар. По непонятным причинам он пережил взрыв, и его неоновая надпись по-прежнему работает. За исключением буквы А. Мы не ожидали найти воду. Нашли воду, значит. Хорошо. Еще и карты позаимствовали. Подождите. Это выглядело так, как будто они умерли из-за ядерного взрыва. Так, подождите. Мы не ожидали найти воду в чистом виде, в таком заведении, как бар, и мы не ошиблись. Нигде не было обыкновенной воды, но смотри, она утоляет жажду. Это выглядело так, как будто они умерли из-за ядерного взрыва во время игры в покер. Позаимствовали карту. У кого-то Мэри Джейн выглядит сегодня отлично. Тимми должен съесть что-нибудь. Тимми сильно устал. Хорошо. Давай-ка, Тимми. Ешь, пей. Так, девочку подготовим к следующему выходу. Наш мусорный бак становится полон пустых консервов. Так, давайте очистим. Хорошо. Ой-ой-ой, вот бомжарня, а. Посмотрите, какая у нас получилась. Ёлки-палки. Карты тут тебе все есть. Фух, было близко. Гнездо этих жуков могло заставить нас переехать на пустоши. Тараканы это ужасно, но радиоактивные тараканы все еще хуже. Фу. Так, Тимми голоден. Все голодные снова. Так, давайте Тимми снова кушает. Девочку оставлю. Ай, никто не идет. Никто не идет никуда. Подготовились, значит, но никто не пойдет. Родители дома пускай сидят. Только дети ходят. Родители отдыхают и наслаждаются жизнью. Найти что-то попить для Мэри Джейн звучит как неплохая идея. Тимми очень голоден. Там должно быть немного воды. Она нужна Долорес. Так, хорошо. Выпить всем. Пока никого не собираем. Далее. Когда мы бежали от песен, коротких поэм, которые вы помните, со школы и веселых цитат из мультфильмов, мы решили, что нужно прекратить сходить с ума. Ребята, по-моему, у нас полный комплект вообще. Офигеть. Вот это удача. Удачное выживание сегодня. Нужно было что-то делать или начать думать о наших государственных добродетелях. Представьте это, чем мы занимаемся. Радио. Так. Я надеюсь, не обменял радио там ни на что. Нет, все нормально. Че там? Если вы приставите к уху морскую раковину, вы можете услышать шум океана. Так и есть. Мы провели исследование. Если поднести к уху радио, то можно услышать статический шум. И это почти как океан. Кому еще нужны раковины? Мэри Джейн очень голодна. Тимми в наилучшем состоянии. Тед говорит, что... Что он в порядке? Кушаем, Мэри Джейн. Так, а вот и припасы-то кончаются, ребята. На пустоши. Как насчет той поездки в Неваду? Мы откладывали ее некоторое время. Не нужна нам поездка. Где там военные? Мы же оставили послание. Военные, приходите уже к нам. 41-й день, ребята. Ну же. Может быть... Так, так, так. Удаляться мы, вероятно, заведем новых друзей. Мэри Джейн нормально. Тимми очень голоден. Тед ни на что не жалуется. Тимми даем супчик. Пить никто не хочет. Хорошо, Мэри Джейн отправляется в пустоши. Давай, ищи нам. День 42 уже, ребята. Ну-ка. Мэри Джейн вышла на улицу. Давайте надеяться, что она скоро вернется. Так, Долорес не ела некоторое время. Вода все, чего хочет Долорес. В животе Теду урчит. Да, все хотят воды. Выпьем за это. Так, сегодня утром мы получили сообщение от армии. Они обещали нас вытащить отсюда. Но, кажется, у них другие планы. Всем выжившим предложили отправиться в ближайший парк и срубить как можно больше деревьев. Мы должны присоединиться к ним. Что? Будем строить дом кому-то, чувствую, да? Так, тихо. Мы не травосеки, и мы не вырубим парк. Как-нибудь в другой раз. Тед голоден. Так, хорошо. Тед кушай. Тед кушай, остальные остаются. Мы могли бы быть в безопасности внутри этих стен, но есть проблема. Никто не может нормально спать. Мы должны разобраться с этим. В конечном итоге мы превратимся в пришельцев из Марса. Так, хорошо, давайте, ладно. Аптечка. Аптечка пошла. День 44. Так. Наша аптечка полностью укомплектована разными препаратами. А еще там есть снотворное. Мы никогда раньше не использовали его, но в нашем состоянии оно нам нужно. А также мы решили разнообразить нашу диету, состоящую из томатного супа, разными лекарствами. Мы отдохнули, и теперь можем продолжать наслаждаться жизнью. Тимми отдохнул, Долорес не ела некоторое время, Тед голоден. Долорес и Тед кушают, хорошо. Еще минуту назад все было в порядке, но сейчас мы уже готовы перерезать друг другу глотки. Да ладно, не ссорьтесь. Все в порядке, вы же семья. День 45. Черт подери. Нет ничего лучше, чем спокойствие после шторма. Немного воды Тимми не помешало бы. Все хотят пить, хорошо. Понял, понял. Нам становится трудно дышать, что-то не так с вентиляцией. Возможно, там кто-то застрял, кроме того, мы должны восстановить дверь. Так, давайте, книжка Бойскаута, кстати, очень полезная тема. Она везде, я смотрю, используется. День 46. Господи! Что с ним? Ребята! Вот это... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это довел я его. Используя справочник для исследования вентиляционных отверстий, мы следовали указаниям, как раз... А было про починку ядерной вентиляции. Прежде чем мы начали проверять, из вентиляции вылетело несколько разъярённых насекомых, мутантов и больно ужалили. Было невыносимо, как в аду Тимми выглядит нормально. Тед заразился чем-то. А я не могу с Тедом ничего сделать, потому что аптечку мы как раз потратили на то, чтобы поспать. Тимми, маленький ребёнок, хорошо бы с ним поговорить. Давайте поговорим с Тимми. Да, Теда ужалили, ребята, и пришла доченька. Что там доченька принесла? Аптечку надо было принести. Даже слово или два могут... Можгут помочь повысить чьё-то настроение. Тимми выглядит намного лучше. Хорошо, это может показаться паранойей, но мы думаем, что кто-то зашёл за... А, шёл за нами. Надеюсь, что этого не повторится. Изучение улиц должно начаться с заднего двора. Обыскивать нашу улицу был весьма хороший выбор. Так, есть дома соседей. Мы нашли холодильник посредине участка наших соседей. Даже без электричества свет внутри был включён. Мы нашли немного консервов, к нашему удивлению. Так, оказалось, что мистер Дженкинс в будущем страдал от своей фантазии. Мы обнаружили несколько бутылок с этикетками, с алкоголем, но по вкусу они абсолютно как обычная вода. Таким образом, мы думаем, что он не смог. Так, обломки сформировали своего рода тоннель. В конце тоннеля мы увидели яркий свет. Мы были поражены и напуганы. Нам было любопытно, и скоро мы обнаружили... Это фонарь! Мэри Джейн голодает, лучше дать ей воды. Так, Тимми должен съесть что-нибудь. Так, всем воды и еды. Поехали. Никого не отправляем, значит. Ждем, где военные-то я не могу понять. День 48. Че там с Тедом? С Тедом все в порядке? Так, 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 Тимми в наилучшем состоянии. Да, Лорес тихая, хорошо, позволяет использовать немного еды. С Тедом не произошло ничего нового. Девочка еще покушает, значит. Никто никуда не едет. А, хотя давайте, да. Давайте, мальчишка вон, готов. Нам нужно больше еды, воды. Так, день 49 пошел уже. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, че там? Мы ни разу не практиковались в меткости и, к сожалению, ни в кого не попали. Будем надеяться на поток животных в следующий раз. Так, подождите, отправили. Тед все еще болен. Все хорошо. Все хорошо. Время раздать припасы. Никому не нужно припасов. Так, отправляем, собираем экспедицию. Пока армия не придет, они сообщают, что им нужно как можно больше деревьев. Да не могу я вырубить вам деревья, армия. Господи, ребята, что же это такое-то? Нас спасти не могут. Мы здесь уже все съели, весь город уже облутали, блин. Мы не дровосеки, так, понятно. Все проблемы, которые Тимми, остаются смелым. Все хорошо. Долорес долго не протянет без воды. Дадим Долорес воды. Тед болен. Тимми отправляется наружу. Срочно нужны припасы. Ёлки-палки, день 51. Где же армия-то? Где же вы? Мэри Джейн очень голодна. Мэри Джейн упала в обморок. Мы должны срочно дать ей что-нибудь попить. Вот это одной ногой в могиле попить. Вот так. Поесть всем. Ребята, я не знаю. Наше радио вещало дешевну в течение нескольких часов. Нам нужны новости. Нам нужна наша музыка. Мы все отказываемся сотрудничать друг с другом. Заставим работать радио. Да, чувствую, Тимми придет в мертвое убежище. День 52. Че там такое? Все пошло не так гладко, как хотелось бы. И мы сломали его. Радио сломано. Ребята, у Мэри Джейн все окей. И вот это нет никаких проблем. Прекрасное утро. Одна банка еды Тимми неси. Ах, сидеть в безопасности под замком это замечательно. Но это не значит, что мы не хотим выйти на прогулку. О боже мой. Вот это ад. День 53. Так. Мы должны заботиться о себе. Либо ждать, пока кто-то придет к нам на помощь. Мэри Джейн не создает новых проблем. Хорошо. Тед продолжает кашлять. Мы ждем, мы ждем, мы ждем, мы ждем пацана, ребята. Очень важно сейчас это пацан. Чтоб пацан пришел. Так. Что-то попить. А все, нет воды, ребята. Нет воды. Все. Нет воды. Мусорное ведро противно воняет. Давайте быстренько починим. Ай-яй-яй-яй-яй. День 55, ребята. Сложность самая сложная. 55 дней. Мы избежали шальной пули на этот раз. У этой пули было 8 ног и светящаяся голова. Пока поесть тоже не буду давать, ребята. Вы не поверите, но много вещей можно сделать так хорошо. Ждем, ждем, ждем. Воды принеси, мальчик. Мальчик приходит, ребята. Мальчик приходит. А, господи! Долорес! У нас было несколько капель воды, и мы опасались того, что случилось. Долорес умерла от жажды прошлой ночью. Сегодня мы поиграли в игру «Я шпион», и это было весело. Конечно, после смерти Долорес вы повеселились. Я понял, да? Мы так боялись за Тимми, но все же он вернулся. Нам кажется, что наша экспедиция была замечена. Что воды... Ой, и вон, вот он воды. Ты на день раньше не мог прийти, мальчик. Ой, 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 ой! Вот это, вот это да! Вот это повороты, ребята! Кушать рано. А, попить же нужно. Попить, попить, всем дать срочно. Теперь девочка отправляется. Ой, что с ней? Господи, вот это ад! Вот это ад творится, ребята! Это ад. Посмотрите на эту картину. Танк был оснащен защитной экипировкой. В этом числе запасной противогаз. Теперь он наш. Хорошо. Хорошо. Тимми очень голоден. Тед в порядке. Так, покушать надо дать Тимми. А покушать нечего, ребята! Ой-ой-ой-ой-ой. Мэри Джейн не произнесла ни слова за сегодня. Очень странно. Может, стоит поговорить, узнать, что случилось. Конечно, она вон в цыпленка играет на стуле. Черт подери, день 58. Где Мэри Джейн? Когда Мэри Джейн узнала, что она не получит ни капли воды, она пришла в ярость. Она выбежала на пустоши, крича «Я ждал ей попить через плечо, что мы пожалеем об этом!» И что она добудет себе воду так или иначе. Мы серьезно напуганы сейчас. Ничего не решает проблемы лучше, чем честный разговор и горячий напиток. Тимми должен съесть что-нибудь. Тед говорит, что он в порядке, а нет нужды заботиться о нем. Господи, что же тут творится-то? Дзынь-дзынь, мы думаем, что это телефонный сигнал. Он идет с улицы. Мы думаем, это телефонная будка. Стоит ли сходить проверить? Давайте рискнем. А вдруг это спасение? Иди проверь. День 59. Господи, ты еще и с ума сошел! Да что же это такое? А все так хорошо начиналось, ребята. Мы добрались до телефонной будки без каких-либо предупреждений, ответили на звонок, чтобы услышать голос на другом конце. Спустя пять минут мы поняли, что это реклама томатного супа. Тед успешно вернулся. Тимми очень голоден. Немного воды Тимми не помешало бы. Тед сошел с ума. Конечно, жена вон валяется. Дочка сбежала, значит. Конечно же, не сойти тут с ума. Мы уже почти дошли до люка. Бежать к нему с криками было ошибкой. Нашего путешественника убьют рейдеры. Нет, никакого. Ничего не делаем. Кто-то очень сильно постучал в люк. Мы слишком напуганы, чтобы открыть его. Может быть, есть хорошие новости, верно? Мы бы с радостью поприветствовали дружелюбное лицо. Мы уверены, есть какая-то причина, почему наш город разбомбили. Есть на это причина. Мы должны открыть. Давайте откроем, проверим. У нас нет выхода. Нет еды, нет воды. Поехали. В смысле, конец? Нет! Мы открыли люк, но там никого не оказалось. Чертовы шутники подшучивают даже во время апокалипсиса. Тед был болен слишком долго и сильно ослаб. Он скончался во сне. Пережить апокалипсис очень сложная задача. Мы можем многое, чем вам рассказать. Вы выжили 60 дней, ребята! Нет! Ну, на самом деле, было очень интересно и весело. Не знаю, как вам, ребята, но, блин, серия получилась, мне кажется, классная. Обязательно, я думаю, что заслуживает лайка, конечно же, вашего. Спасибо вам огромное за просмотр. Мне безумно понравилось выживать. Я думал, что все так классно было, а оказывается-то все фигня. То есть, много ресурсов, это фигня на большую семью. Этих ресурсов просто не хватит в большом количестве. И, соответственно, вот то, что вышло, то и вышло, ребята. В любом случае, спасибо вам еще раз за просмотр. Спасибо вам за ваши лайки, соответственно, комментарии. И с вами был Шиморо. А мы увидимся на следующем видео, либо онлайн-трансляции. Пока.